Раньше в Кремле жила элита города. В советские годы у богатых людей дома забирали, давали справку. Вот тут, кстати, интересные ворота. Тут огромное количество символов. Но это традиционные символы. Каждый наличник посвящен отдельно взятому члену семьи. Это типичная картина для Суздаля, когда можно увидеть два храма рядом. На их деньги две церкви существуют, причем техника, в которой пишут иконы, называется энкаустика. Собор изначально был построен из белого камня. Собор сейчас не действует, вернее, он действует как музей. Ну и очень интересные часы. Это старославянские цифры. Во многих городах строили подобные торговые ридвики. Торговля ведется здесь уже более 800 лет. Вот сейчас мы идем вдоль старой ограды. Как раз, скорее всего, здесь находилась Афанасьевская церковь. Вот на старой фотографии можно ее посмотреть. Разобрана она была в советские годы. Вообще в Суздале было разрушено 15 храмов около Коллин. То есть их общее количество было к 50. Ограда сохранилась. Вот старый кирпич здесь виден. Очень люблю рассматривать как раз вот такие вот кирпичи и раствор. Такой вот белый. Красивый. Да, так вот, как я говорил, раньше в Кремле жила элита города. В советские годы у богатых людей дома забирали. Давали справку, что купец, например, табачников по собственной воле передал дом городскому совету. Понятно, что это была чистая формальность. Давали людям квартиры, комнаты. В советские годы это передавалось с поколения в поколение. В 90-е приватизировалось. Сейчас самая дорогая земля в Кремле. Вот тут, кстати, интересные ворота. Очень люблю эти ворота рассматривать. У меня как раз в Инстаграме я делал как-то публикацию про эти ворота. И, в принципе, сделал целую подборку разных ворот. Тут огромное количество символов. Ну, это традиционные символы. Если интересно, про символы тоже на своих экскурсиях я рассказываю. По центру это солнце, которое вращается по небосклону. А в четырех углах это стороны света. И вот таким образом складывался крест или оберег, защищающий от нечистой силы. Ромбики снизу и сверху. Это не просто украшение, это символ поля. Причем поле распаханное. Если в центре рисуют кругляшок, означает, что оно еще и засеяно. Надвратная часть, как бы крыша, символизирует собой небо. А вот маленькие квадратики вот здесь, местами отвалившиеся, это капельки дождя. И получается, что с неба льется дождь, на поле светит солнце и выходят плодородные картины мира. Вообще-то для Суздали ворота довольно типичные, потому что город находится на территории Аполья. Да, уже говорил об этом. Плодородные земли. Люди здесь всегда занимались земледелием. Сейчас во многих дворах Суздали этого уже нет. То есть раньше было, сейчас скорее исключение из правила. Можно иногда найти что-то там местами, но там уже больше украшательства и меньше символизма. Это старый дом, кстати, 19 века. На той же самой старой фотографии он есть, его можно увидеть. А сейчас он практически тяжелой. Вот та часть дома точно не жилая. А вот здесь вот что-то еще, как будто бы жизнь какая-то теплится. И вот мы буквально еще сделаем несколько шагов. И тут есть очень интересный такой домик. Почему-то часто моим туристам кажется, что это старый дом. Хотя на самом деле дома, я не помню, лет 7, может быть. Дом предлагаю, да, подойти его ближе рассмотреть. Человек живет в Москве, тут у него дача. Небольшая коллекция автомобилей. Здесь вот с правой стороны 21-я Волга, английский Кэп. У меня, кстати, на экскурсии был человек из Лондона. Посмотрел на номерной знак. Посчитал. Говорит, номер был выдан в 96-м году. Ну, на самом деле, не только английское такси ездит на таких автомобилях. Ну, и, в принципе, да, люди могли на таких машинах кататься. 21-я Волга, кстати, уже без золения. Потому что вот эти вот оленя, их, по-моему, стали, перестали здесь ставить. Ой, дай бог памяти, с какого года, не помню. В общем, есть музей ГАЗ в Нижнем Новгороде, там об этом рассказывают. Ну, такой был, знаете, может быть, закос под Rolls-Royce. Вот попробуйте догадаться, почему вот этого оленя перестали здесь ставить. Да, почему в какой-то момент взяли его убрали. Просто это стало травмоопасно. То есть, если вдруг совершает наезд на пешехода, то пешехода просто распарывало этим самым оленям. Очень интересные здесь наличники. Приятно его рассмотреть. И вообще на современных домах в Суздале тоже люди наличники ставят. Вообще, изначально назначение наличника – это закрыть доску, которая закрывает чель между рамой и самим срубом. Причем очень часто их украшали. Дело в том, что любое украшательство, будем говорить так, оно тоже имело некий смысл. Люди очень часто расшивали свои одежды в тех местах, где, будем говорить, вход в одежду. Вспоминаем ворота, да, почему украшательство – это вход, то есть это защита, это оберег. Точно так же на наличниках делали обереги. Одежда, если это рубаха, у нее расшивались рукава, расшивался ворот на косоворотке и низ этой самой рубахи. У женщины, если это сарафан, если это рубаха, на те лет точно так же те места, откуда могла войти нечистая сила, они расшивались разными обережными символами. Ну вот солнце – как раз один из таких оберегов. Сегодня благо светит солнце, как раз солнце нас оберегает. Шесть наличников, каждый наличник посвящен отдельно взятому члену семьи. Вот до этого журавля или аиста тоже часто обращают внимание. Ну, стоял он на празднике, был такое мероприятие «Гончиры мира» на торговой площади к 990-летию Суздаля уже несколько лет назад. Ну, просто поставили здесь и стоит. Кстати, вот тут дом виднеется, за домом проходит Кремлевский вал, то есть мы с вами сейчас на территории Кремля. В очередной раз я об этом повторяю. Там на валу за этим домом снималась одна из сцен фильма «Женитьба бальзамина». Вообще весь фильм снимался в Суздале, в разных частях. Там снималась сцена, где героиня Нонна Мордюкова и Купчиха сидит, пьет чай. Там перемазанный в саже бальзамина вперелез через забор. Они падали на колени, крестились, поворачивались в сторону вот этих двух церквей. Вдали виднелся собор с голубыми куполами. Вообще в Суздале было снято огромное количество фильмов, более 80 картин. Ну, всех можно легко посмотреть, пересмотреть. «Мой ласковый и нежный зверь», Андрей Рублев, финист «Ясный сокол», «Юность Петра», «Метель по Пушкину», «Братья Карамазовы», «Классик» про бильярдиста такой фильм, «Пелагея и белый бульдог», «Царь Павла Лунгина», сериал «Раскол» на телеканале «Россия», «Борис Годунов с Безруковым». В общем, приезжай, снимай, декорации практически создавать не нужно. Вот эти две церкви давайте мы сейчас с вами посмотрим. Очень они мне нравятся. Причем это типичная картина для Суздаля, когда можно увидеть два храма рядом. Вот церковь побольше и церковь поменьше. Повсеместно в Суздале это можно встретить. Когда я своих туристов спрашиваю, почему две церкви рядом, очень часто слышу, у меня есть коллекция неправильных ответов. Для мужчин, для женщин, для бедных, для богатых, по праздникам, по каким-то непраздникам, по будним дням. На самом деле все довольно просто. Летний и зимний храм. У зимнего храма, видите, трубы. Причем дымники, дымники здесь сохранились, вот это навершие на трубах, дымники сохранились 19 века. Старая фотография. На старой фотографии тоже это можно рассмотреть. Церкви на самом деле прекрасно сохранились. Единственное, что ограда вокруг храмов не сохранилась, а в остальном здесь все действует. Мы сейчас внутрь заходить не будем, просто потому что она закрыта. Есть у меня видео, я снимал в этом храме, рассказывал про него. Мы ходили с англичанином, да, English Man in Suzdal. Так, по-моему, это видео у меня на канале называется. В общем, интересная очень церковь, там внутри иконописная мастерская. Отец Андрей пишет иконы, его супруга вышивает иконы на ткани. На их деньги две церкви существуют, причем техника, в которой пишут иконы, называется энкаустика. Это греческая техника 12 века. Уникальный вообще человек, один из немногих, может быть, даже не единственный, но по пальцам на одной руке можно пересчитать таких художников. В общем, использует натуральные красители. Берут камни, малахит, лазурит, перетирают в порошок, на основе воска краску замешивают. Получается, что воск защищает написанное изображение. Они говорят, гарантия на иконы 500 лет. Ну, а что будет, если там действительно натуральные материалы, и все это делается по старинной технологии. Советую вам посетить до адрес улицы Лебедева, 18А, город Суздаль, иконописная мастерская София. В интернете тоже их можно найти. Мы сейчас направляемся к Рождественскому собору, самому старому собору Суздаля, кафедральный собор, дата постройки 1225. Рассматривать его мы будем, ну, может быть, недолго, но, в общем, стоит его посмотреть. Одна из визитных карточек Суздаля. Друзья, ну вот мы с вами добрались до Рождественского собора. Иногда вот это вот обзывает Кремлем, да, думаешь, что это Кремлевская стена, ну, смех. На самом деле это просто смысловая ограда, которая отделяла территорию собора от территории города. Так вот, собор Рождества Богородицы принято считать, что это постройка 1225 года. Строил Владимирский князь Георгий, основатель Нижнего Новгорода, сын севал до Большой Гнездо. Так вот, собор изначально был построен из белого камня. Он, по сути, повторял белокаменные соборы Владимира, и вот эта традиция сюда была принесена нерусскими мастерами. Так вот, собор со временем просто пострадал, и у него обрушились своды. Его перестраивали, причем перестраивали его аж в 16 веке, 1530 год. Сверху его разобрали, вот до аркатурно-колончатого пояса, вот эти вот арочек с колоннами. То, что снизу, это сохранилось с 13 века, как раз 1225, а сверху это уже настройка из кирпича. 16 век. И вот еще интересно посмотреть фотографии, старые фотографии. Есть черно-белые фотографии с уздельского фотографа Соболева, а есть цветные фотографии Прокудина-Горского, изобретателя цветного фото. И видно, что собор был расписан снаружи, вот в этих закомарах, в этих нишах были росписи, которые до наших дней не сохранились. Кто-то говорит, что раньше собор выглядел интереснее, кто-то говорит, что он лучше вот такой. Ну, тут на вкус и цвет. На самом деле, собор сейчас не действует, вернее, как он действует, как музей, то есть службы там не проходят. Но там сохранились фрагменты фресок. Там есть фрески 13 века, фрески 16, 18 и 19 века. Ну и очень интересные часы. Вот часы, вот эти суздальские. Кстати, есть фотографии начала 20 века, где там римские цифры. А вот сейчас обратите внимание, какой здесь циферблат. Это старославянские цифры. Римские цифры это тоже буквы, но они использовались в Европе. У нас использовались буквы, собственно, алфавита, по аналогии с азбукой. Но не все буквы использовались в числовом ряду. Например, здесь нет буквы Буки, буквы Б, буквы Жвети, буквы Ж. Ну, собственно, по поводу цифр. Какие цифры использовались, какие не использовались и почему я тоже рассказываю на своих экскурсиях. На квестах, что я провожу, мы тоже этот вопрос разбираем. Даже различные ребусы здесь разгадываем. В общем, штука в том, что часы интересные. Там частично сохранился механизм 17 века. Они отбивают каждую минуту, каждый четверть часа и каждый час. Еще один интересный факт. Изначально на часах была только часовая стрелка. Ну, почему? Потому что, в принципе, часы появились по аналогии с солнечными часами, где была всего лишь одна палка, которая указывала время. Так вот, часы изначально были только с часовой стрелкой. Если они показывали время с точностью до четверти часа, они считались точными. То есть, плюс-минус 15 минут – это нормально. Может быть, кстати, оттуда и пошло, что опоздание на 15 минут – это в рамках приличия. Мы сейчас с вами отправимся на торговую площадь. То есть, покинем территорию Кремля и придем в то самое место, где когда-то торговые пути пересекались. По улице Кремлевской наш путь лежит в сторону торговых рядов. Друзья, вот мы сейчас оказались на торговой площади. И торговля ведется здесь уже более 800 лет. Место, где пересекались торговые пути. Сразу за торговыми рядами, вон там виднеется, церковь называлась на Крестовской. Она находилась на перекрестке двух дорог. Там как раз дороги соединялись. Есть фотографии начала 20 века, где эта площадь в 4 раза больше, чем сейчас. Ефросиневская ярмарка. 500 повозок на площади могло поместиться. 200 из них торговали хлебом. Это зерно, крупа, мука. Поэтому за площадью закрепилось название Хлебная площадь. Была в городе еще одна торговая площадь. Называлась она Конная. Мы туда сегодня не пойдем. Но вот эта площадь, она была выделена. Ну, будем говорить, выделена, да. Отделена от проезжей части. Ее в 70-е годы приподняли. И выместили булыжником. Здесь снималось несколько сцен фильма Женинева Бальзаминова, где главный герой представлял себя генералом и командовал полком, который здесь маршировал. И вот если этот фильм смотреть, то в какой-то момент торговые ряды просто обрываются. То есть вот эта часть торговых рядов, где сейчас находится ресторан, гостиный двор, магазины, кафе. Это на самом деле все новодел. Мы сейчас можем пройти, я покажу как раз то место, где начинается старая часть. Дело в том, что торговые ряды были построены по примеру гостиного двора в Санкт-Петербурге. Вообще во многих городах строили подобные торговые ряды. Можно бесконечно загибать пальцы. Владимир, Ярославль, Кострома, Углич, Ростов, Кронштадт, Казань, Уфа. В общем, здесь были тоже построены свои торговые ряды. Это 1811 год. И тут размещались лавки суздальских купцов, которые назывались растворы. От того, что они растворялись, то есть открывались. Вот сюда предлагаю подняться, сейчас по ступенькам. Но при этом не было в Суздале такого количества купцов в 19 веке, как, например, веком ранее. Если изначально Суздаль находился на пересечении торговых путей, то со временем дорога, соединявшая Москву с Востоком, прошла через Владимир. Появился Владимирский тракт или Владимирка. Дорога, по которой сильных отправляли в Сибирь на каторгу. Сначала людей закоманных в кандалы вели по той дороге, а потом стали ездить купцы, чиновники, императорские особы. Ну и Суздаль просто оказался отрезанным от торгового пути. Так вот, когда эти торговые ряды построили, из них работал только каждый шестой раствор, каждая шестая лавка, остальные пустовали. Вот со временем торговые ряды просто стали разрушаться. Вот здесь как раз виднеются старые артефакты. Но вот даже эта граница, она четко видна. Вот тут петли сохранились. Это петли, где крепились эти самые створки. А внизу тоже такая вот петля есть. А с противоположной стороны этого столба, вот здесь видно, что этих петель нет. И в ту сторону, если смотреть, то в принципе их нет. Но понятно, что когда это все перестраивали, реставрировали в 70-е годы, то вставлять петли просто зачем? Зачем это делать? А вот если двигаться дальше, там вот эти петли встречаются. Ну вот, например, магазин связной, мы не рекламируем его, а просто констатируем факт. А вот здесь петли сверху. Дальше тоже пошли вот эти вот лавки, там тоже эти петельки. Ну, периодически их в разных местах можно увидеть. Даже если идти от торговой площади в сторону другой бывшей торговой площади, там сейчас здание администрации, там тоже были лавки, тоже такие петли сохранились. Но вот на своих экскурсиях мы обычно ходим и эти места рассматриваем. Да, сейчас на торговой площади, в которой мы уже фактически покидаем, продают в основном сувениры и, как правило, продают их в выходные дни. А чуть-чуть дальше, чуть-чуть дальше, там есть место, где местные жители продают свои товары. То, что вырастили на своих участках, то, что насобирали в лесу. Здесь один такой большой длинный прилавок. Выходные здесь многолюдно. Вот сегодня будний день, буквально там стоит два человека. Мы туда, конечно, не пойдем, но если вам хочется какого-то такого колорита, если вам хочется приобрести домашние продукции, будь то ягоды, грибы, варенье, соленье, все это можно найти именно здесь. Это все натурально, это люди живут действительно под подсобным хозяйством. И те самые огуречные миллионеры, в кавычках, как раз вот тоже здесь все это и реализуют. Друзья, ну, предлагаю экскурсию нашу завершить. Да, в том самом месте, где когда-то пересекались торговые пути. Я надеюсь, мы с вами тоже пересечемся здесь. Приезжайте в Суздаль, прогуляйтесь по старым улочкам. В какой день это сделать, в выходной или в будни, решать вам. Ну, вот мне милей Суздаль именно такой будничный, настоящий. То есть можно увидеть, почувствовать колорит и атмосферу этого города. Благодарю вас за внимание и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok